Как развивается мировая экономика России и Тверской области? Какие события в фокусе дня? Обо всем этом за три минуты. В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10 процентов, к европейской на 14. Усиление позиции рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. В 2020 году иностранные аналитики ожидают, что рубль прибавит в цене еще 7 процентов. Впрочем, российские эксперты делают более сдержанные прогнозы. Среди внешних факторов, которые могут негативно сказаться на отечественной валюте, эксперты называют замедление мировой экономики, введение новых санкций против Российской Федерации, а также снижение спроса на энергоносители. В России это продавцы-кассиры и повара. Информацию выяснили специалисты во время опроса работодателей. Далее в рейтинге идут представители сферы образования и юриспруденции, в частности, педагоги профессионального обучения, дополнительного профобразования и юристы. Также в него попали специалисты по социальной работе по закупкам медсестры, делопроизводители, бухгалтеры, педагоги-дефектологи. О том, какие профессии востребованы в Тверской области, мы узнали в Центре занятости населения. В году у нас больше все-таки было вакансий. В промышленности нужны инженеры, нужны работники среднего звена, то есть это мастера, это рабочие, имеющие обращение киповцы, станочники, электросварщики. Есть сезонные всплески, обычно в летний период. Это работники в сельское хозяйство. Зимой возрастает всегда потребность в операторах газовой котельной, потому что наступает отопительный сезон. Около 27% торговых предприятий в России не установили платежные терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные. Так, за 11 месяцев 2019 года около 50% покупок товаров и услуг было оплачено безналичным способом. А число регионов, где доля безналичного торгового оборота превысила 50% выросла в 6,5 раз. При этом аналитики отмечают появление ранних признаков замедления проникновения безналичных платежей. По сравнению с третьим кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8% пункта. Минимальный показатель за почти три года. Сейчас мошенники перешли на звонки клиентам от имени представителей банка. Совершенствуются и способы хищения. Если раньше мошенники звонили гражданам, чтобы узнать данные для самостоятельного проведения операции, то сейчас они уже пытаются использовать клиента для непосредственного перевода денег. Мы узнали у жителей Твери, поступали ли им подобные звонки от мошенников. У меня нет, жене звонили. А что просили, какие данные? Ну, что-то там сбой, что-то там такое, но мы уже опытный народ. Нам лапшу, нам лошу вешать не надо. Скажите свой счет, скажите свой паспорт. Но я не стала с ним просто разговаривать. Сказали, что попытки вскрытия, снятия денег с карты, мне было очень смешно, потому что я карты нет. Темпы роста в отдельных секторах экономики, демонстрируемые Верхневожьем, выше, чем у других субъектов РФ. Результаты которых удалось добиться в отдельных секторах региональной экономики позволяют говорить об устойчивых положительных тенденциях. Так, например, показатель по индексу промышленного производства у Тверской области на 3,6 пункта выше, чем в среднем по стране. На 23,5 пунктов выше индекс работ по виду деятельности строительства. То же самое касается показателя по индексу физического объема оборота розничной торговли. На 4,3 позиции выше, чем в остальных регионах. Экономический обзор для тех, кто хочет знать актуальную информацию и оставаться в курсе экономических событий.